Добрый день, дорогие читатели! 31 мая 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого писателя, сценариста, педагога и журналиста Константина Георгиевича Паустовского. За свои 76 лет он создал множество произведений, среди которых «Золотая роза», «Черное море», «Созвездие гончих псов». Писатель был номинирован на Нобелевскую премию по литературе четыре раза. Его книги переведены на множество языков мира. Сегодня мы обратимся к замечательному произведению Паустовского под названием «Рассказ о лимоне». Он был создан в 1944 году в разгар Великой Отечественной войны. Почему же так важен был лимон для героев произведения? Сейчас узнаем. Итак, Константин Паустовский «Рассказ о лимоне». Чистящий к сапог маленький Стась жил со своим дедом в литовском городке на берегу Немана. Дед был очень старый. Он прожил так много лет, что все они перемешались у него в памяти, как колода карп, и дед никак не мог разобраться в своей прошлой жизни. Весь день он сидел у окна, набивал папиросы для заказчиков и бормотал. Когда же это было? До того, как Марыся посадила лимон? Или после? Счет годам начинался от лимона. А лимону тоже было немало лет. Его посадила еще девочкой мать Стася. Сейчас лимон разросся в невысокое, но густое деревце с черными покрытыми воском листьями. Листья эти пахли слабо и приятно. Дед ждал, когда лимон зацветет. И, наконец, он зацвел только одним белым цветком. Была весна, и над Неманом выли, отражаясь в воде, разноцветные облака. То совсем белые, то розовые, то синие. От этого вода в Немане была тоже разноцветная и нарядная. Цветок осыпался как раз тот день, когда впервые на городок упали с неба черные немецкие бомбы. Но зависть осталась. Она начала медленно наливаться и превратилась в маленький величиной с орех лимон. Потом этот орех начал чуть-чуть золотеть. И тогда дед сказал Стасю, и не думай к нему прикасаться. Пусть он сам созреет и упадет. А на настоящих деревьях, ответил Стась, лимоны срываю. Так то на настоящих. А это дерево не настоящее. Оно волшебное. Стась засмеялся. Он знал, что волшебных вещей не бывает. Я, когда был таким мальчишкой, как ты, сердито сказал дед, никогда не смеялся над сказками. Я их любил. Потому и прожил. Восемьдесят семь лет и еще могу зарабатывать себе на кусок хлеба. А чем же оно волшебное? спросил Стась. Если его тронет злая рука, оно высохнет, лимон сморщится и сок его сделается ядом. А если добрая? спросил Стась. Тогда видно будет, ответил уклончивый дед. Не скажу. Не надо было смеяться. Бери ящик, ваксу, щетки и беги на свою магистральную площадь, чтобы у всех русских офицеров и солдат сапоги горели, как солнце. Слышишь? Стась взял свой ящик и убежал. Посмеиваясь и болтая, он чистил сапоги шутливым русским бойцам. Но чаще всего каждый день он чистил их высокой и веселой девушке с синими, как цветы литовского льна, глазами. Девушка эта стояла с винтовкой на соседней перекрестке. Русские звали ее регулировщицей. Но у нее было настоящее имя – Настя. И Стась звал ее только по этому имени. Настя часто махала Стасью рукой со своего перекрестка и приносила ему по утрам хлеб, сахар и даже конфеты, где на обертке были нарисованы медвежата. Но как-то ночью немецкий самолет промчался над городком, сбросил несколько бомб. Стась даже не проснулся от взрывов. И Настя исчезла. Вместо нее на перекрестке появился незнакомый боец. От него Стась узнал, что Настя ранена, лежит в азарете, ей сделали очень тяжелую операцию, и неизвестно, выживет ли она или нет. В этот день Стась не ответил ни на одну шутку бойцов, начищаем сапоги, и даже ни разу не поднял голову. Он только быстро и незаметно, размахивая щетками, проводил рукавом своей куртки по глазам. И снова чистил, чистил, пока блеск на сапогах не расплывался перед ним радужными мутными пятнами. Вечером Стась закинул ящик на ремне за спину и пошел лазарят. К Насте его не пустили, но он слышал, как пожилая сестра говорила другой сестре, что для Насти нужно непременно достать лимонный сок, а лимонов нигде нет, и что Настя очень мучается. Стась вышел из азарета. С низкого неба падал снег, такой густой и крупный, что земля за каких-нибудь пять минут превратилась в снежное царство, и сразу притихло. Стась вернулся домой. В коморке было темно. Дед похрапывал на своей лежанке, нежно пахло лимоном. К тому времени он уже совсем созрел и висел в тяжелой среди легких листьев. Стась подышал на лимон, погладил его и осторожно сорвал. Дед все всхрапывал, должно быть, видел хорошие сны. Стась вышел, побежал к лазарету. Он отдал лимон пожилой сестре, но ничего не мог ей ответить, когда она начала его расспрашивать, откуда он взял этот лимон, только смущенно тер рукавом мокрое от снега лицо. Потом Стась долго ходил по городку, боялся возвращаться к деду, даже плакал от страха и сильно дрожал. Лимонное дерево, наверное, высохло. Снег набивался Стасью за ворот, и трудно было вытаскивать ноги из голубых сугробов. Только на рассвете Стась наконец свернулся. Дед спал. Стась вошел в коморку и тихо вскрикнул. За окном уже синела заря, чуть-чуть освещала коморку, и в свете этой зари свело десятками белых цветов лимонное дерево. Цветы эти поблескивали, вздрагивали, и Стась увидел, что на каждом цирке светится капля чистой росы. От сладкого запаха цветов у Стаси закружилась голова. Он крикнул. Дед, смотри! Сел на пол, и у него перед глазами понеслись в темноте какие-то огромные ледяные цветы, похожие на звезды. Понеслись, переливаясь разноцветными огнями, пока наконец кто-то не стыхнул Стась за плечо, и знакомый голос деда не сказал кому-то. Он, пани доктор, он угорел от этого цвета. Вся наша коморка сейчас пахнет, как райский сад, а лимона нет. Кто-то сорвал. Для доброго дела сорвал пани. Доброй рукой притронулся к дереву человек. Оттого оно и цветет. Такое уж это дерево! Стась, даже не открывая глаз, глубоко вздохнул и слышал только, как дед перенес его на кровать. Там он уснул крепко, без снов, как всегда спят люди после усталости и волнения. В начале весны, когда лимонное дерево все еще цвело и радовало деда своим пышным цветом, пришла из лазарета худенькая Настя с синими, как цветы литовского льна, глазами. Растрепала Стасью волосы, потом ласково их прикладила, отвернулась, вытерла глаза и тихо сказала, что у Стася золотое сердце. Так началась их дружба, на зависть всем, кто думает, что уже давно исчезли из нашей жизни сказки. Вот такой замечательный рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть много книг Константина Каустовского. Пожалуйста, приходите, читайте и открывайте для себя творчество этого автора. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok